Не лучшие времена переживает Карагандинский кремниевый завод. Когда-то одно из перспективных предприятий страны снова в центре скандала. Директор Силицум Казахстана Александр Сутягинский осужден за организацию убийства компаньона. На самом предприятии уже больше месяца остановлено производство, а рабочим не выплачивают зарплату. В непростой ситуации разбирались наши корреспонденты. Андрей Кушманцев среди нескольких сотен рабочих, кто сегодня на грани фола. Подающие когда-то надежды предприятия, которые запускал глава государства, уже больше месяца простаивает. С 4 февраля на кремниевом заводе остановлено производство. Завышенный у нас энерготариф, то есть он идет 9 с чем-то там тенге, а необходимый это 6 тенге получается. То есть завод он даже некоторое время работал в убытке. Но они, наше руководство решает все эти проблемы. На Силицум Казахстан трудится более 400 работников. Среднюю зарплату 80 тысяч тенге здесь не повышались с момента открытия завода. Но главным вопросом на сегодня остается выплата заработной платы. Ее рабочие не видели с февраля. Не исполняет начальство и другие финансовые обязанности. Пенсионные за 8 месяцев не платят. Вредность, которую должны платить, не платят. Ну, копейки заработную плату с 2010 года, как 80, 70, 80, 90 тысяч платили, обещали там золотые горы, до сих пор так же платят и то с задержками, с большими задержками. Много писем уже писали и в налоговую писали. Налоговая приедет, оштрафует, никаких действий нет. Ну, везде связи, как говорится, у людей. Не прибавило оптимизма и заявление о массовом сокращении. По слухам, без работы могут остаться 80% рабочего персонала. Мы задали представителю с Акимата, почему вы не защищаете наши права. А тот вообще вышел из зала, как бы он не в курсе, да, ушел вообще. Он вообще покинулся. Да, и как бы игнорирует. Зачем тогда Акимат высылает таких представителей, которые не могут защищать наши права, он даже трудовой кодекс не знает. Зачем таких представителей вообще высылает? Ситуация на кремниевом заводе, как заявляют сами представители Акимата, находится у них под контролем. Кроме того, местные власти уверяют, что несмотря на простое предприятие, 50% зарплаты будет начисляться каждому работнику. На сегодняшний день руководству ТО «Силициум Казахстан» поставлена задача, руководству и акционерам, конечно, поставлена задача по скорейшему закрытию налогов, задолженности по налогам, а также по зарплате перед работниками. Также будет проведена работа по стабилизации деятельности ТО «Силициум Казахстан». Тем временем генеральный директор «Силициум Казахстан» будет отбывать срок в колонии строгого режима. На днях Александра Сутягинского приговорили к 12 годам лишения свободы за организацию убийства своего компаньона, а именно соучредителя все той же компании. Между тем, 10 апреля рабочие «Силициум Казахстан» соберутся снова. Они готовят письмо в прокуратуру, хотят обратиться за помощью и к главе государства.